У нас полностью ткань лёгкого очищается, и равномерно вот это вот чёрненькое, это серенькое, это всё чистые лёгкие, которые очистились вот такого туберкулёзного процесса. Туберкулёз остался лишь на снимках. Год лечения и Оксана поборола болезнь. Диагноз женщине поставили на ранней стадии. Причём совершенно случайно, потому что у коварного туберкулёза скудная симптоматика. Каждый год я прохожу обследование, и вот на очередном исследовании у меня обнаружилось, туберкулёз обнаружился у меня. Было страшно, я сразу обратилась в поликлинику. Но тут самое главное – вовремя обратиться. В прошлом году в регионе выявили почти 1200 новых случаев заражения туберкулёзом. В основном среди заболевших мужчины – почти 70%. Беспокоит врачей тот факт, что туберкулёз становится лекарственно устойчивым, то есть многим больным уже не помогают препараты. Вот как раз лечение одного такого пациента в год государству обходится почти в полтора миллиона рублей. Несмотря на то, что заболеваемость инфекции в крае идёт на спад, за год на 10%, ситуацию по-прежнему осложняет коронавирус. На сегодняшний день, когда мы находимся уже два года в ситуации, когда идёт эпидемия новой коронавирусной инфекции, и у нас сложились определённые цифры, мы видим, что здоровью населению новая коронавирусная инфекция не добавила. В 20% случаев, то есть каждый пятый, вновь выявленный пациент в 2021 году, перенёс новую коронавирусную инфекцию перед тем, как у него выявили туберкулёз. Анализ делается час пятьдесят. По истечению времени мы приходим и учитываем результаты. Сегодня у лаборатории диспансера есть возможность оперативно проверять результаты мокроты, которая поступает сюда со всего края. Новый анализатор позволяет быстрее приступать к лечению. Мощность оборудования возросла в четыре раза. И это позволяет нашим сотрудникам отрабатывать все пробы, поступившие в текущий день, одним днём. Чтобы выявить туберкулёз, достаточно проходить флюорографию не реже одного раза в год. Пациенты, которые вовремя начинают лечение, в будущем живут абсолютно полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.